Здравствуйте! Здарова! Это Витя. Меня зовут Даня. Сегодня у нас традиционное развлечение Вархаммерс 40 тысяч. Это знаешь, это как на столб залазить за черевичками. Я понял, мне можно начинать раздеваться. Я думаю, что не на корову играем, в конце концов. Вархаммерс 40 тысяч на 2 тысячи очков. Витя сегодня возьмет новенького, сладенького, свежего фреш Ктана. Надо выгулить. Лил Ктан. Да, вот Дрэгона сегодня хочет выгулить. Ну и кто ему ставит конкуренцию? Попробую снова взять Дарков. Хочу попробовать взять себе много классных дезвинговцев. Поэтому у меня сегодня будет два детачмента. Первый, конечно же, это будет Vanguard Detachment, в который у меня будет входить Лазарь. У него есть правило Дезвинг, поэтому ему можно. И правило Inner Circle в том числе. Забиваем, получается, элитные слоты. Первое, это десятка Дезвинг Терминаторов. Две циклонки на горбах. Никаких молотков со щитами, увы. Пятерка Дезвинг Найтов. Ну, понятно, для чего. И также сегодня хочу попробовать погулять Дезвинг Эншента с реликовым знаменем. Которая говорит нам, что в команд фазу я выбираю один Дезвинг Кор отряд и по нему минус один дамаг. Как мило. Напомню, что они пробиваются только на 4+, рядом будет ходить, конечно же, апотекарий из другого детачмента, но об этом чуть позже. Я уже выработал тактику. Какую? Бей, беги. Звучит логично. Никаких вотчеров не докупал, потому что как-то слишком затратно получается с ними. И так очень дорогая армия. И во втором детачменте у меня будет просто патруль, в который будет входить капеллан на байке. Естественно, который будет супер капелланом Мастеров Санктити. Ему также добираем 1 варлорд трейд, потому что варлордом моим оригинальным должен быть лазарь, чтобы получить гранд стратегиста. Гранд стратегист хорошая вещь, не стоит ее недооценивать. Получается на это кпху потратили, ему также выдадим рейк. Гранд стратегист у вас это типа переключение Доктрины? Да. В команд фазу я могу выбрать один отряд 6 и сказать какая у него работает Доктрина. У гвардии лучше гранд стратегист. У вас также переделают. Ну ладно. Тоже ведут какой-нибудь аналоги и тоже будут переделывать. Итак. Также ему выдадим реликовый Крозеус. Это получается еще один кп, потому что у меня уже реликовое знамя есть. Также. В хаку там будет находиться Либрариан Фобос Армори, который будет знать 2 заклинания. Это Авержин и Энгельджинг Фир. Авержин кидает минус 1 на 2 хит в какой-нибудь отряд, а если он находится еще в 6 от нашего Либрариана, минус 1 атака. Против какого-нибудь Ктана как раз, который дорожит каждой своей атакой и будет вполне себе уместно. А откуда ты сказал, что я возьму Ктана? Потому что мы договорились. Ну да, вообще да. Ха-ха-ха-ха. Я думал ты забыл. Также в Трупсе это будет шестерка интерцессоров с тяжелыми Сталкер винтовками. Ну, Сталкер Болт Лайф. Ну понятно. Что еще там будет находиться? Там будет находиться отряд хеллбластеров из 7 штук со солтными плазмами, чтобы эффективно ломать какую-нибудь пехоту и не очень тяжелую технику. Также там будет находиться Рейвен Винг Талон Мастер. Тик. Нет, не так. Либрариона тогда мы засунем в Дезвинковский Вангард, потому что у него и правило Дезвинг докупленное. И как раз Талон Мастера поместим в Патруль. Вот. Чтобы никаких правил ни в коем случае не нарушить. Простой, без каких-либо закачек. Так что будет просто летать, кидать новый эскейп и реролить вокруг всем единицы на Тулункор юнитом. И апотекарий. Ну, просто чтобы был. Ля классик. Да, классик, простой Карлан. Ну, потому что я не хочу тратиться на дорогого апотекария Примариса. Какой толк-то вообще? Ну, воскрешать покойников. Нет, в смысле он не прокачанный, не прокачанный. Он не шеф апотекарий. Не, поднимать-то он сможет просто задорно. Ну, да. У тебя каждая КПшечка будет на счет. И так же завершает всю эту Кавалькаду тройка эрадикаторов. Ну, а как? Ну, а куда же? Ну, просто вот как раз учитывая, что у меня плазма это не гарантированное убийство техники, мне нужно хоть что-нибудь. Я сперва думал посмотреть на репульсор, но как только повернул взгляд в его сторону, ослеп. Забыл, кто я такой, да, от его безумной красоты и великолепных правил за такую цену и как бы оставил его дальше пока ждать собственного часа. Я не понимаю, как сейчас можно играть через обилие техники, пока что не понимаю. То, что у тебя? У меня больше. У меня дешевше. Собственно говоря, батальон. У нас будет два детачмента. Батальон и секретик. Вот, в батальоне у нас будет два хакушника. Секретик? Да. В батальоне у нас два хакушника. Собственно говоря, это оверлорд с косой, с Вейл оф Даркнесс и Мортал Прайд. Также у нас там будет техномансер для того, чтобы чинить секретик. Я уже догадался. Ну и по возможности, если рядом будут Ворьеры, то поднимать их. Дальше у нас в Трупсе будет три пачечки. Это будет две двадцатки некронов, потому что двадцатка это хорошо. Называется, не убьешь ты меня ни при каких условиях. Да ужас какой-то. И также для того, чтобы просто закрыть слот и в очки уложиться, будет пятерка имморталов, которые, видимо, сегодня будут помогать нашим скарабам контролировать точечки. Как-то я не знаю. В элите, получается, у нас будет, соответственно, Ктан. Так. Соответственно, у нас там будет Ля Паук. Уу! Паук. Да, Спайдер, прокаченный максимально, то есть он сможет динайть один спелл, будто он псайкер, а он не псайкер. Вот. И также у него… Артикл Биммер у него там еще какой-нибудь. Да, у него также будет пушечка, которая может стрелять на 18 дюймов, и также у него будут улучшенные его когти, для того, чтобы он, на самом деле, прокачанный паук, в принципе, он в хтх бьется по пизде оверлорда, попадает просто хуже. Вот, а в асте у нас будет две базы скоробеев, опять-таки, скорить точки, и также три пачка из трех врайтов, потому что я врайтами никогда не играл, и уже любопытно, что это за товарищи-то такие, собственно говоря, выглядят, чё, мочетчи же. Эх, тень былого величия. Вот, и, собственно говоря, у нас также будет сегодня коса ночная, ночной серп. Самолет, короче, будет летать, стрелять, что-то там делать, потому что... Ой, кстати, я же забыл, я же тоже взял самолет. Где? Ну, ты сказал, что возьмешь самолет, и я тоже хочу взять самолет. Возьми. Дарвинг дарт-талон. Хорошо, а у меня, соответственно, будет коса, которая просто будет летать. Я никогда с самолетами не играл, как бы, ну, чисто из любопытства. А, не, вру, я играл же этими валикириями. Да, не кронскими самолетами никогда не играл. Также будет монолит, за которым как раз-таки будет таскаться у нас техномансер, чтобы его подчинивать. И как раз-таки спайдер для того, чтобы подчинивать его тоже. Ужас. Ну, какой-то такой план. Ктан Вой Драгон, соответственно, со своим козырным копьем будет знать две силы Ктана. То есть, свою родную, это там что-то Вой... Шторм. Шторм. Которая говорит, что она умеет ломать технику. Хорошо. И также будет знать антиматериальный метеор. Просто швыряться мордалками. Почему бы и нет. Так же он может прикольно стрелять полосочкой. Как Мортарион. Ну, вообще, да, по сути, да. Только покороче. У Мортариона пистолет стреляет на 18, здесь он копье кидает на 12. Значит, выбираете цель, после чего проводите линию. Между Ктаном и целью. Да, если попадаете, то все по этой линии получают хит. Ну вот. Пробейте каждого. И что получается? Ну, я на самом деле сравнил его с Найт Брингером. По сути, его отличие только в том, что он может выстрелить вот этой штукой. И то, что у него третий сейв. Есть очень большое отличие. Знаешь, какое? Какое? А он сейвы не игнорит. Ну, вот. И это тоже большое отличие. Ну, типа только за Энтропик Страйк. Ну да. И все. Ну и, соответственно, Монолит, которого задача только одна. Лететь вперед, телепортировать ворьеров. Все. У меня максимально сегодня агрессивная мета просто. Я хочу как можно быстрее ломануться вперед, запереть тебя в твоем детачменте и сказать, что там, иди сюда вот так вот. А потом высадится эрадикатор, и я такой, как бы, обратно. Это у меня сегодня будет династия Нихилах. Соответственно, у меня все юниты из батальона получают обжать и в секьюр. И также говорится нам, что если мои юниты стоят в моей диплойке, то по ним минус 1 АП. Ну, понятно. Какой. Да и все. Миссия, о которой мы будем сегодня играть, называется «Сжигание точек». Так и называется? Ну, примерно. Бернинг токен. Примерно так. Получается, что у нас 6 точек на карте. Если вы контролируете на начало команд фазы вашей обжекте в территории оппонента, вы можете заставить его сжечь, его рейс. Подождите, не в момент фазу? А, в момент фазу заявляется действие. После чего, на конец вашего хода она успешно выполнена, если там нет противников. Соответственно, сожгли одну, получили 5, сожгли две, получили 15. Я ее возьму. Также я возьму себе дарковскую специальную, которая говорит мне о том, что после расстановки ты выбираешь одного своего персонажа. Если я убиваю, получаю 6 виктори-поинтов. Ну, такой типа слейза варлорт на минималках. Но, если я убиваю его отрядом Inner Circle, то дополнительные виктори-поинты. А если у меня остался он жив, вот этот самый отряд, который его убил на конец игры, то все 15. Ну, я получаю за вторичку. Жирненько. Я возьму себе просто Ассасинейт. И Атришн. Ой, не Атришн, а Финкзей Рейнкс. Натали Пойнт. Да-да-да. Я себе просто возьму Ассасинейт, потому что у тебя много характеров. И возьму себе как раз-таки Атришн. Хочешь убивать больше, чем я, что ли, в ход? Я мечтаю. У меня вариантов других нет. Против элитной армии. Ну, а как? Понимаешь, если я не убью терминаторов, они придут и все, и испортят мне все. Ну, в общем, план у меня крайне прост. Я ловлю пан... Сейчас как раз мы не знали, какая миссия будет. Вот как раз здесь мне может пригодиться комбат-сквад, чтобы попытаться покрывать большую часть поля. Ну, понятно. Типа комбат-сквад, ну, у тебя третят терминаторов в десятку. Так что я ловлю Ктана, желательно в рыцарей, чтобы они стояли в четвертом. И после чего просто держи его там примерно всю игру, чтобы он мне сильно не мешал. Потому что убить его, конечно, у меня будет возможность. Но есть одно маленькое-маленькое но. Если ты пойдешь ко мне первый, и я не смогу отступить, то я в гирме. Понимаю. Ну, опять-таки, не будем забывать, что Ктан, может, и на улице не игнорирует, но есть ля стратегема. Да-да-да, интропик страйк, как я уже упомянул. Ну что ж, перейдем к столу. Пойдем, да. Пойдем, да. Пойдем, да. Пойдем, да. Либо просто, чтобы спрятаться пока что за ними. Здесь у меня шестерка интерцессоров с болтерами. Здесь у меня семерка хеллбластеров. Со солтными плазмами капеллан. Самолет. И в резервах у меня находится один ряд радикаторов. А на орбите у меня находится пятерка найтов. Ну, у меня все просто. У меня никаких резервов нет. Здесь двадцатка варьеров имморталы и скарабы, собственно говоря. Самолет посередине, воид драгон посередине. Здесь двадцатка варьеров с эверлордом, который помогает им и будет их бафать. Здесь у нас скарабы держат точку. Здесь у нас варайты, которые поскачут вперед. И Мнолит, который поддерживает Техномансер. И Паук, который может чинить, а еще может немножечко отменять твое страшное колдунство. Окей, дороги. Допустим. Давай тогда посмотрим, кто будет ходить первым. Мы в щитах все здесь расколбасим. Тролечка. Три. Один. Замечтатель. Фак. Я обязан ходить первым. Прости меня. Хорошо. Хорошо, ходи. Спасибо. Начинается наша комбат-фаза. У меня включается доктрина код с плюс один к муву. И переходим к фазе движения. Ну что ж, наша муву-манд-фаза завершилась. Чит тоже мы, собственно говоря, сделали. Все максимально просто. Просто на начало хода Мавилобидан лег на этих ребят. Потом, впоследствии, мы за нашего оверлорда применили Вейлловдарк. На сон улетел у нас за монолит. Эти ребята улетели на точку. Будут отстреливаться по этим великолепным спейсмаринщикам. Имморталы продвинулись перед, поддерживаясь своей стрельбой. Также вот по тем спейсмаринам. Скарабы спрятались так, чтобы контролировать точку. Но по ним было стрелять не очень удобно. Наш Войт Драгон пролетел вперед. Будет колдовать вот в том направлении. Там стоят сладкие терминаторы. У тебя есть способность там дальше 18 дюймов? Да. А не глиционный Метеорн у 24 стреляет. О, хорошо. Вот, собственно говоря, здесь монолит у нас пролетел. За один КП мы переместили сюда ворьеров, которые стояли у нас вот здесь. Собственно говоря, и облепили нас немножко так, чтобы опять-таки ведро кубов пополетело в твоих термосов. Скорее всего, в Райты пробежали вперед, встали на точку. Здесь у нас за монолитом прячутся все наши, собственно говоря, персонажи. Эти ребята будут его чинить, а Аверлот спрятался просто, чтобы было, и с кораблью стояли, соответственно, на месте. Коса пролетела вперед, ведет себя максимально агрессивно и байтит тебя. Типа, ну давай, давай, что ты. Я просто удивился. Я думал, ты дуб косой будешь стрелять по мне агрессивно, а это какая-то ночная коса. Да. Ну, что поделать. Вот, получается, в конце муман-фазы, точнее, муман-фаза закончилась, и переходим к фазе силктана. Давай вот отсюда как раз-таки метеором мы шваркнем по твоим терминаторам. По левой пачке, да? Да, я только ее и вижу. Я просто поправлю, чтобы потом не было никаких вопросов. Это не аннигиляционный метеор, это антиматериальный метеор, собственно говоря. Соответственно, отсюда кидаем сюда. На 3.5 будет 3 марталочки, на шестерку будет до 3 плюс 3. Ничего не будет. Он, знаешь, это как в Готрике было в последнем репорте. Это же антиматериальный метеор, поэтому вот тебе и... Вот как бы и взятки гладки, согласен. Ну что ж, на этом у нас фаза великой магии заканчивается, и переходим к фазе стрельбы. Давай сначала этот фланг горохом отстреляется, она интересная, и уже вернемся попозже. Ну что ж, наше коллективное гороховое усилие принесло цел... Брат, я ранен! I've fallen! And I can't get... Извините, увлекся. Короче, 3 вунды мы занесли, 1 погиб, 1 в дырочке. Стоит не беда. Ну давай тогда сюда перемещаться. Эта двадцатка просто отработает, наверное, и по терминаторам. Давай. Больше у них никаких приоритетных целей здесь нет. Ну что ж, еще одна, собственно говоря, пачка вориоров под стратегемой, на шестерку док-хит отстрелялась по великолепным терминаторам, и почти убила одного. ФНП спас! Давай коса. Коса просто 10 выстрелов по твоим халлбластерам. Трансхьюмен, милый мой, трансхьюмен, папарапа. Хорошо. Вот он. Ну потому что там седьмая сила. Я знаю. Ну давай, давай. И Господь всемогущий целую одну вундуна заносит наш в самолет в халлбластеров, а они такие, нам и так нормально. Ну на самом деле не нормально, потому что чем больше у меня плазмы, тем лучше. Чем больше у тебя плазмы, тем больше у тебя плазмы. Вот гигант мысли, отец некронской демократии. Так, хорошо. Хорошо, давай у нас в принципе по стрельбе остается не так уж и много. Наш монолит великолепный, наверное, хочет тоже стрелять. Ау, щет. Только теперь надо подумать куда. Ты решил стрелять. Конечно. Собственно говоря, наш монолит великолепный. Вот он стоит, как бы поблескивает огнями ночного города, стреляет. Получается, 4 дозрея будет стрелять по самолету. Давай. И флипы будут стрелять по халлбластерам, потому что там один высовывается, такой типа, дай сфоткай. Ну, технически я могу тебе сказать, что ты не можешь их видеть. Аля, ты вот про этого? Ну да, вот, который стоит. Ладно, хорошо. Если от угла провести линию, то возможно она будет 1 мм толще. Ну я же по халлу мерю. Все по закону. Давай. Ну что ж, поехали. Давай сначала 4 выстрела из дозрея по вот этой великолепной самолетик. Hard to hit. Минус 1 to hit. Да, да, да. 4 плюс. Ничего. Давай один копирерол сделаем, что ли? Что-то как-то совсем позорно получается. Нихуя все равно. И D6 выстрелов по... С минималкой в 3. Потому что их еще 6. По халлбластерам это 3. Давай. Сука, опять, опять все шестерки потратил на бомжей. Потому что она с кустом начинать. 4 плюс. Один раз. Так, ну там у них Transhuman все еще на них... Да, да, да. 4 плюс, да, есть. Там что, минус 3, минус 4? Минус много. С минус третьим АП это у нас... Нет, труп. Вау. Ну что ж, получается у меня все отстрелялось. Все, что могло. Это отстой. Но, тем не менее, что поделать? Это же Space Marine. Хуй толку по ним стрелять. Твой ход. Отлично. Наступает моя команд фаза. Я выбираю вот этот отряд, что по нему будет минус 1 урон до моей следующей команд фазы. Угу. Что еще? Какие у меня объявления будут? Я, наверное... Продам гараж. Понимаю. Этим ребятам в команд фазу переключу тактику на тактическую. Чтобы у них появился АП на болтерах. И это, наверное, все... А, молитвы. Давай для начала плюс 1 тухит на них. Угу. 4. Есть. Ага. И мантра силы на себя. Эть. Секунду. А он тебя прокачивает. Ну, он вайзоратор. Я вот просто помню, что командное ораторство у него на одну меньше стоит. Ну, да. Теперь у него получается прокачан и он сам. И на этом наступает наша... Если бы я занимался русской локализации кодекса, я бы назвал его Голосяной оратор. Понимаю. Давай уже. Погнали. Валивай. Мой инфа заканчивается. Стояли на месте. Продвинулись, продвинулись вперед. Будем стрелять с минус 1 тухит. Это не страшно, в принципе. Тамктан, для которого вышел наш Либр. Чтобы в него кастануть Авержин. Минус 1 тухит, минус 1 атака будет 6. Ну, 6 от нашего Либрариана. У него будет минус 1 атака. Но по базе у него будет минус 1 тухит. И второй спелл мы, наверное, кинем сюда, на Гюльджингфир. Чтобы ты потерял обсек. Так. И тогда я неправильно поступил. Секунду. Теряешь обсек, если я перебрасываю твое лидерство, то ты еще экшен не можешь делать, но это будет не особо важно. Вышли эрадикаторы. Поскольку они были у меня не в дипстрайке, а в стратегическом резерве. Я вышел с своего края стола, так что все честно, благородно. Будем стрелять в монолитину. И здесь выстрелились хеллбластеры, чтобы тоже стрелять в монолит. Дружная колбасня. Главное, чтобы в затылке друг к другу не стреляли. Это же Спейсмарины, они не особо интеллектуальные парни. Ну, примарисы в смысле. Чел. Они еще пороха не нюхали. Хорошо. И тогда переходим к фазе магии. Давай. Ну, собственно говоря, единственный у меня человек, который может антикастовать. Ну, как человек, это великий паучок, но он далеко стоит от твоего Либра, поэтому я ничего сделать не могу. Еще один важный момент. Мой самолет прилетел через Вориоров, нанес им две Морталки, теперь они не смогут отступать. И проехал Капеллан, чтобы попробовать там подчаржить кого-нибудь. Я не умею играть Капеллана, мне нравится, когда он прилетает, такой... Монке! Редактор с хуманити! Редактор с Монке! Хорошо. И сейчас только кое-что проверю, и начнем. Ну что ж, психуем. А Вержин? Шесть. Нет, седьмой каст. Да и... Давай потрачим. У нас у меня осталось семь коммен-поинтов, возвращается снова на шесть. Попробуем это перебросить, чтобы Ктан, ну, все, сдал. Ну, понятно. Да. Да? И вторым заклинанием полетит... Давай, смайтуха-братуха в твоих Вориоров. Понимаю. Потому что от этого протокол кидаться не будет. Один раз. Одна Морталка. На этом моя фаза магии заканчивается. Наступает фаза стрельбы. Итак, начнем с самолета. Кто же... Куда же он будет стрелять, интересно? Давай в Монолит постреляем. А что, типа Ктан тебе... Он что, для тебя какая-то шутка? А толку-то? Типа Ктану я могу снять его в законные триунды с моих интерцессоров. А остальное меня не сильно интересует. Ну, ладно, окей. Развлекайся тогда. Будем стрелять в твой Монолит. Вдруг он забавно бомбанет. Давай. Сколько раз? Три раза. Три раза на три плюс. Два раза мы попали. Хорошо. Двенадцатая сила. На троечку. Ну, ничего против не могу сказать, поэтому... Блин, зря, конечно, в Монолит стреляла, она была в Вориоров стрелять. Ну, ладно. Команд поинтрерол. Три морталки. Хорошо. Хорошо, далее что у нас будет? А у меня уж болтеры еще есть. А болтеры в Вориоров. Давай. Убили! Убили одного Вориора. Ну, вообще, трех, но двое такие. Я слишком зол, чтобы умирать, поэтому восстану вновь. Да. Отвратительно. Вот как с вами вот играть после этого? Да, подожди, я же мандить могу, секунду. Ну, не буду этого делать. Понимаю. Понимаю. Тогда давай эрадикаторы в Монолит. Хорошо. Они достают? Да, 24 дюйма. Просто будет неувеличенный урон. Понимаю. Короче, я это, юридически обосновал, что пока... Я просто подумал, что лучше сперва стрелять с хеллбластерами. Потому что я хочу заявить в Эпену с Дарк Эйдж. Хорошо. Чтобы у меня был третий урон на моей плазме. Это по три выстрела с каждого. То есть их осталось шестеро. То есть это 18 выстрелов на 2+. Окей, погнали. Все в Монолит летит? Да. Не первый раз. Шесть саевов залетает. Я сегодня просто бросаю пятерочки очень неплохо. Я хочу сказать, девять саевов залетает. Ты кинул с первого шесть, и потом еще три. Я просто еще один. А, ну тогда семь. Семь шестых. Потому что это ассортное оружие до сих пор. Шестерочки. Все ебало в шестерочках. По три урона каждый. Три, шесть, девять, двенадцать, четырнадцать, шестнадцать, восемнадцать. На нем было три. То есть это 20. У него осталось три вунды. Почему бы и нет? Ну хорошо, продолжай, продолжай. Знаете, что он сказал? Это жестко. Ну, жестковато. Это я должен бы сказать, что это жестко. Давай из неинтересного. Капеллан бросит гранату в Монолит. Разрывную. А что он в ХТХ его не заборет? Я даже вориме... Да там объезжать. Нет, давай я даже вориме, сука, расступлюсь перед тобой. Попасть? Нет. И на том спасибо. Давай тогда терминаторы. Разрывные ракеты в Монолит. Так. Это будет у меня 4+, получается, потому что они двигались все болтеры в Вориорах. Давай. 4+, с рералом единиц за лазеря, который рядом стоит. Тусит. Я не буду давать им плюс один на ту хит. Не к чему. Подаем 2. Сила 8 на ракетах 4+. С рералом единиц за талонмастера. Да. АП? Минус 2. Четвертые с сейвы. А урана на них сколько? Д6. А, музыка, ты заебись же. Все, сейвил. Ну вот, а ты переживал. Я не переживал. У меня истерика. Это разные вещи. И 20 выстрелов по Вориорам. Давай, давай. Так, ну что ж, болтер из терминаторов отстрелялись. Типа па 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 и убили 6 Вориоров, потому что грустно. Два мельта райфла в Монолит и мультимельта, поскольку не достанет в самолет. Хорошо. Хороший вопрос. Типа я сейчас просто не реализую эрадикаторов. Ну, типа не воспользуюсь их правилом. Хм. Надо подумать. Я для всех своих моделей в отряде выбираю Монолит. И несмотря на то, что мультимельта у меня стрелять по нему не будет, потому что не может, весь мой отряд стреляет дважды по нему. Поэтому будет не два выстрела мельта, а четыре. Ну, хорошо. Дался тебе этот Монолит, господи. Ну, вообще дался. Так, тройки с термином на единиц, потому что кор юнит. Это три. И три раза пробить на четыре плюс с термином колов. Эталон мастер! Два. Ну, два с минус... А, это осолотная, с минус четыре, два шестых. Ну, что ж, два шестых шеева за Монолит. И это залетает один. Коперерол я уже делал, да, по-моему? А, нет, это я в стрельбу делал. Так сейчас стрельба идет. В свою стрельбу делал, коперерол. Давай потрачу еще один, сделаем. Вдруг шестерка. Шестерка! Точно ли ты его не делал? Абсолютно. Ну, а на кого? Ты стрелял только по Монолиту. Ну, а за Мориев я не кидал, не кодорировал. Допустим. Так, далее стреляем. Талонмастер стреляет, получается, всем своим вооружением по Монолиту. Хо-ро-шо. Спаренный хэви-болтер. Попадает все без одного. Тик. Пробивает все на пятерки. Два. С минус два. Два четвертых. Один залетел. Два урона. Да и... Одна осталась. И спаренная осолдка. Давай. Не то, чтобы я сильно нервничал, но... Как говорится, хотел сказать, ну ладно, давай. Бля... Вот это попадосий. На два плюс, значит, эта штука стреляет, да? Да? Ну, талонмастер, классный юнис. Спасибо, ГВ, спасибо. И... Чего бы это значило? Это значит, один сейф. С какой? С минус один. А, секунду, секунду, секунду. На сутки же у нас тоже минус один должно быть. А, давай четвертый сейф. Ну, либо ему сейчас плохо, либо ему сейчас хорошо, я не знаю. Зазамер! Это не сейф, он сдох. А, ну и взрывается у нас монолит на шестерку. Вот смотри, сейчас сукокину шестерку, смотри. Да, шестерка. Нихуя я пророк Илья просто. А, ну давай до шести урона, начнем с интересного. Скопелана. Три. Плохо. Вориеры четыре. Врайты два. Оверлорд два. Самолет? А? Самолет не кинул. Самолет далеко. Шесть дюймов. А, ну ладно, хорошо. Один. Монолит нас покидает. Параллельно, сука, убив четырех вориеров. Ранив тут все, все, кого только можно. Кстати, за этих пидоров тоже надо кинуть. И убил моего техномансера. А нахуй он нам нужен? Да, 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 конечно. С корабля четыре. База умерла. Дела. Все, ты закончил? Нет, еще тут фланг. А, точно, точно. Ну, поехали. Отстрелялись терминаторы и четырех вориеров-то и завалили к хритам собачьим. Так, а я вот думаю, вот эта пачка... А, у тебя там с кораблей еще стоят поганые. Ну, в этом и был смысл. Ладно. Так, не ослабил сейчас. Где? И получается, он может мне тут всю малинутое попортить. Это бесспорно. Так, стрельба у нас на этом закончилась. Переходим к чержам, которых будет, я так понимаю, не очень много. Ну, они будут. Что, судя только капеллан? И не только. А кто, термосы, что ли? Я вот думаю, насколько я с ума сошел. Достаточно или нет? Fury Road или нет? Да ты, во-первых, не до чаржишь? Там 10 надо бросить. Простите, я забыл с кем я играю. Давай просто, я тут можешь даже не кидать. Да ладно, что-то все нормально. Ладно, давай в Warrior будем играть с сейфов. Чего мы как-то идти? Там Overwatch не будет? Да какой нахуй Overwatch? Чаржи давай. Окей. Так, на 6. А я поверну в очередь. Два раза занесли в капеллана с минус первым. Это... Один. Окей. Так, и по-хорошему мне нужно было двигаться к точке, чтобы захватить в райтов. Но, поскольку я в себя не особо-то верю, я не буду этого делать. Отдам тебе победные очки. Спасибо. Подвините пока вот так вот. И сейчас посмотрим, что еще может у нас подчаржить. Эти с точки уйдут. Эти не бегали. Ну, давай попробуем шальную двенашку. Шальную двенашку бросить. Хорошо. Термоса. Ну, это не 12. Обидно, конечно. Но шально было. Здесь я не хочу с точки уходить. Там, если что, с них можно по-овервощить красиво. Здесь тоже меня мало что устраивает, потому что... Тут я не смогу, потому что минус 2 за террэйн. Так и все, ладно, хорошо. Тогда просто капеллан активируется. Геройков у тебя здесь нету. Я просто доворачиваюсь немножко вот так. Зачем? Чтобы сделать хитрый финт ушами. Мне все равно не понравится этот финт, поэтому... Я атакую. Давай. Ой, они же... Они же могут по морали убежать. Нет. Да. Ну, ладно, могут. Все возможно. И капеллан немножко сам удивился своей прыткости, поэтому смог убить только двух ворьеров. Точнее, смог убить он трех, но один откинул протокол, поэтому просто отскочил от него подальше. И мы, соответственно, в ответ бить тебя не будем. Если ты не против. Хорошо, тогда я делаю консолидацию. Давай. Я знал, что ты так сделаешь. Границы ключ. Хорошо, на этом мой ход заканчивается. Мораль за ворьеров? Автопроход. Это 2 КП стоит, так что хорошо. Хорошо. На этом мой ход закончится. Наступает твоя команд фаза. Ты контролируешь... Ну, ты получаешь 15 ВП за точки. Да. Вперед. Ну, погнали. Ну, что ж, наша момент фаза завершилась. Собственно говоря, в команд фазу мы восстановили себе за ливинг металл все, что могли восстановить. Самолетик отчинился полностью, потому что у него была одна вунда. Также в команд фазу наш большой паук восстановил пачечку маленьких скарабчиков, потому что они ему как братья-младшие, собственно говоря. И начали ему двигаться. Врайты вышли сюда, встали так, чтобы чаржить этих ребят, но при этом не схватить от них Увервотч. Ну, тут только один их видит. Вот, как бы, да. Здесь, собственно говоря, ворьеры, естественно, остались в ХТХ, держат точку. Эти ребята подошли поближе, будем разбирать Капеллана. На самолет я забил Бибу, потому что я сначала подвигался, а потом заметил, что он стоит у меня в деплое. И ядрить колотить! Я забыл, что у тебя на этой есть на орбите, и поэтому это, конечно, проблема немножко. Ну, да, с другой стороны, для Найтов актуальных целей. Да что они тебе сделают? Ну, нет, я просто думаю, что для них особо актуальных целей уже не осталось, кроме Ктана, как бы, по идее, они должны были в Монолит впиливаться. Ну, либо героев моих размочали, но жалко ли мне их? Нет, потому что я же не Крон, мне плевать. У меня таких, блядь, Аверлардов целый Монолит сидит, как бы, там, свой... Ну, я думал, у тебя уникальная, знаешь, уникальная снежинка. Нет, у меня... Я думал, между вами всё серьёзно. У меня всё серьёзно с Гнидобусом, как бы, там он вообще не терпит конкуренцию. А этот-то просто безымянный Валера. Ктан прошёл на свой мув, как бы, и будет стрелять, и чаржить, почём попало. Ворьеры стояли на месте, имморталы подошли поближе. Да и всё, на самом деле, это все наши мувы. Ну, и коса улетела вон тудой. Переходим к фазе Мэджик. Давай... Ктанчик. Сейчас посмотрим. Ну, что же, давай тогда начнём потихоньку реализовываться. У нас два каста с этого прекрасного парня. Давай сначала его на родную, скажем так, силу применим. Вулкатик Шторм. Да, на этих парней на 4 плюс прилетит 3 морталки. Д3. Д3 морталок, окей. Это я не кинул, это я положил, подожди. Да, прилетело. Давай, Д3. Штрим. Штрим. За апотикариев НПшечки нет. Один помер. Там был, по-моему, ураненный какой-то, нет у тебя? Нет, в той пачке был, он полечился. А, ну да. Да. Хорошо. И также у нас наш антиматериальный метеорит, троечка. Ну, собственно говоря, на этом силами КТАНа мы разобрались. Теперь давай просто стрелять. Кинь копье. Не, ну это понятно. Давай, наверное, начнем мы сначала... А, ну у меня тот фланг весь не совсем стрелючий, поэтому... Просто ты не можешь ими отступать, потому что бы на тему прилетелся здесь бомба. Давай отсюда тогда просто сначала горохом отстреляемся, а потом уже КТАНом займемся. КТАН стреляет по терминаторам по твоим, потому что больше не по кому. А, а ты этих не видишь? Ну, во-первых, типа, если мы смотрим вот так, я их не вижу, а во-вторых, они дальше, чем в 12. Ну, хорошо. Давай, попасть? 2 плюс. Да, попали. 2 плюс. Силу этой дуры... А, какой 2 плюс? Господи, 4 плюс. Почему 4 плюс? Inner Circle. А, ладно, 4 плюс. Да? Это минус 4D6. Давай. Даня опять... Крокс терминатос на рукаве. Даня карандашом там опять в кодексе какое-то правило себе написал, говорит, я это... Пятый непробиваемый. Ну, естественно. На хуя спрашивается у нас, чтобы умирать эти терминаторы нехорошо, иначе это будет. Ну, и танк, собственно, я не знаю, сказал ты или не сказал, наш паучок стрелял по другой пачке терминаторов и одну вунду им занес. Переходим к черджам. Давай, КТАН чардж терминаторов. Будешь обернуть чуть-чуть? Да, буду, конечно же, потому что я должен пользоваться всеми возможностями нанести КТАНу вунды. Ну, и, собственно, КП говоря, пока Даня швырял Overwatch за терминаторов, который ничего сделать не смог, я здесь всеми зачаржил. То есть это Паук заехал в Капеллана, Лорд заехал в Капеллана и в Райты заехали в Хелл Бластеров. Давай здесь тогда кинем очень крайне важный чардж. Шесть. Нам, естественно, нихуя не хватает, поэтому КП рерол. Давай. Если он зачарж, там он пизда. Думаешь? Потому что, как я сниму еще вунт с него? Штрельбой и магией. Вначале логично, да. Чардж, продолжаем. Да? Девять, теперь хватило. Ну, он летающий, девять как раз хватает. Ну, типа, если вот тут пройти, то с минус два хватит. Да. Не. Здравствуйте. Предположим. Переходим. А у тебя сколько КП осталось? Два. Блин. Ага. Это может стать проблемой. Давай тогда начнем наши активации с... Сейчас посмотрим с кого. Ну что ж, начинаем наши активации. Активируется Паук и бьет просто свои пять атак по твоему... Капеллану. Капеллану, да? Четыре плюс. Ноу. Да ты заебал, Вася! Перехват хода у нас происходит. Да, перехват, но активирую я не терминаторов, как вы могли бы подумать, потому что что-то не сделаешь в другом городе, замат извини. Я не думал, что ты бы как активируешь Капеллана и убиваешь Эверлорда. Ну, да. Мудрить ты особо. Именно такой был план. По-прежнему шесть атак, потому что ты меня подчарджил. Курва маг. Три плюс. Ага. Три раза. Так, ну я так понимаю, там он будет, да, у нас? Да. Четвертый? Нет, нахуя? Ладно, хорошо, Ворьеры активируются. Сначала же, сначала активируются чаржи, чем модель Дани. Ну, это очевидно. Вой Драгон, давай. Ну, что ж. Да, давай бить-то, что-то, как бы, пять атак. Пять атак? Обалдеть. Пять, пять атак. Два плюс. Ладно. Четыре плюс. КП рерол. Хорошо. Да. Сейчас я КПшку убавлю. Хорошо. У тебя осталось три, да? Да. И... Четыре плюс. Извини, братан. Ах, да, ах, да. Типа, я не знаю, а вот тогда, мне кажется, даже если Абадон его рубанет мечом, он скажет четыре плюс. Ну, на самом деле скажет. Ну, подумай об этом, Гэллы. Может, ты что-то делаешь не так? Один. Один пятый. Да, минус три. А, пятый сейф. Брян, если ударит. Да в пизду. Дерьмодемоны лезут из его очка и бьют тебя. Да шесть атак. Одна. Да что, это не кубы, а? Да. Нет, это не кронские кубы, они должны мне подчиниться. Два плюс, да. Сила там получается. Четыре плюс. Да. Нет. И там вориор. Четыре, я так хочу этими вориорами вернуть. Врайты у нас еще, хеллбластеров. Три сейва, врайты заносим. Минус два, да? Да, да, да. Пятый. По два урона каждый. Три трупа. Вау. Кого же ты убьешь? Просто если ты, если уберу вот этого, ты подвинешь чуть ближе, встанешь в контроле, у тебя обсек, поэтому вот эти трое. Хорошо. Ну взял, троих меня убил. И теперь вориоры! Нет, сейчас я убираю. Да епать! Как бы придем, скажем, здравствуйте. Привет. Самая большая проблема, что я теперь отступить от него не могу. Самая большая проблема, что я им играю. Вот самая большая проблема этого октана. Ну и будем атаковать. Давай. Ну что ж, поехали. Это по четыре атаки с каждого? По три атаки. По три. Кулачки. Минус один тухит, поэтому четыре плюс. С револом единиц за лазеря, который рядом стоит. Ну, ладно, допустим. Пять раз мы попали. Сила восьмая. На три плюс. Угу. Пять. Смотри, как там пробивают нормальные люди. Вот смотри, вот видишь, как бы, да, вот разные цифры появляются крупные, да? Пидарас. Четвертый инвуль. Это все инвуль. Вот видишь, вот надо было просто показать. Не кричать, а показать, как это делается. Лучше и кричать, и показать. Ну, чтобы он, типа... А я знаешь, почему он так плохо соображает? У него же дырка в башке. Вон там. На этом у нас, я так понимаю, файт-фаза заканчивается. Вориоры. А, да! Сука, всю файт-фазу ждал же. Пять атак с повышенной силой застротить Джеймс. Четыре. Попал. На четыре плюс. Да, по пятой это фне. Да, один раз. Ау. Ау. Хорошо. А сколько у него бунт осталось? Две. На этом ход, судя по всему, заканчивается. Да, ты прав. И? Мораль тебе не надо, мне надо. Ну что, интеркекеры прошли. В команд-фазу я получаю пять победных очков всего лишь. Поэтому счет 15-5. Это ничего не меняет. Ну ладно. И наступает моя команд-фаза. Свою команд-фазу... Твою мааааать! Я самолетом не стрелял, блядь! Почему он так далеко улетел? Извините. Продолжай, прости. Сука. Ставьте крик Йоши на вот эту... Ну что ж, фаза движения у нас закончена, и рассказывай. Так а что рассказывать? Так что хочешь? Как дела? Как лень? Да ничего, неплохо, нормально, спасибо. Здесь капеллан остался в ближнем бою. О чем он может сильно пожалеть, кстати. Разве? Ну твой паук его возьмет да сожрет. Да, в прошлый ход-то он прям ел его, ел активно. Ну знаешь, раз на раз не приходится. Приходится. Давай, наверное, я ему... Отступлю. Мои варьеры свободны! Эти ребята не смогли отступить, потому что за правила inner circle я не перебросил их редак. Здесь пустились сталки болт-райфлы. Пролетел самолет, стали радикаторы, чтобы стрелять по твоему самолету. Здесь стали так, чтобы стрелять воврайтов. Если что, будем в них залетать либо с Талонмастера, либо с наших терминаторов, которые сейчас добьют твоих вориоров. И все у нас будет хорошо и замечательно. И упали рыцари. Упали рыцари, чтобы чарли с ликс-карабеев. Так что, перейдем к фазе магии. Давай. Для начала... Смайт. Поктану. Поктану, да. Да иди ты на... А, ну ты же получишь урон. Да, перила. Ой, блядь. Ау. Три урона получили. И до шесть. Давай. Спасибо. Разменялись, как боги. Не очень приятно. Ну, тем не менее, это дыра. А я его, значит, не убью уже в этот ход. А я бы и так... А аплодировал? И так вот не убью в этот ход. Нет. И давай, Аверджин. Тоже в Ктана. Давай. Нет. Ага. Ладно. Не самая удачная фаза магии. Но переходим к фазе стрельбы. А. Еще в Куман фазу я заявил на них. Минус один урон за знамя. Помним, помним. Хорошо. Стреляем. И радио, который хотят разрядиться, прям мне вдвигло, так сказать. Давай, давай. Давай с первого мультимильта. Ага. Один раз, потому что hard to hit. Да. Не пробито. Так ты перекинь там. Вот теперь не пробито. Не пробито. И получается... Подожди, ты же за что-то себе ролл-денис на пугунт давал. Это за этих. Он отлетел. А, все, окей. И мельтарайфлы. Три раза. Уже бодрее. И на тройке. Дважды. Окей. Ну, тебя прошило. Невуля там нету. Нет. 2D6, така 1D6 плюс 2. Ага. Это 8 и 3, 11. В одной вунде осталось мой корыто боевое. Хорошо. Хорошо. Тогда будем стрелять самого крутого и интересного с нашего рифткэнона. Давай. Рифткэнон полетит полностью в вориоров. Угу. Ну, получается максимальное количество выстрелов. Так, давай они у меня залягут. Нет. Ааа, не залягут. Они уже... Они должны были залегать очень-очень давно. Понимаю. Тройки. Курва. Два раза. Теперь пробить на 2+. Угу. 6 маршталок. Ну, окей. Оп. И Хюрикенболтера. Оп. Троечки. А попадать, ну, хотим? Хотим. Мы хотим. Четверочки. Ага. Это... Я спиктуру. 6 минус 1. Так. 2, 4, 6. А у меня там осталось, ну, больше, чем 6, поэтому... Ладно. Окей. Пятый. Это еще 5 трубов. И протоколы еще скинуты. Да. Ну, что ж, из 11 павших парней у нас, по сути, покинуло поле боя лишь 5 раз. Жуть какая. Ну, хорошо бросил. Найс бросил. Найс бросок. Найс броскок. Так, значит, у нас осталось, ну, еще нормально, на самом деле. Да, да. Ну, тут постреляем по так же вориорам. У меня тут осталось только 2 сталкера болт-райфла, которые никто не попадет, потому что штраф за хэви. Давай тогда из простого здесь постреляем по фрайтам. С твоего кренделя с ушами. Да, с талон-мастера. Ну, я так и сказал. Никакого коврата не получишь. Ну, как же... Потому что новый эскейп. Ну, что ж, поехали. Понимаем. Хэви болт промахивается дважды. Пробитие. Дважды с минус 1. Четвертый сейф нас интересует. Оп. А, да. Ты что разогнался-то? Кусарям был. Ты что разогнался-то? Это у нас... 4 и 5. 9 раз. На тройке с 6 силой. 3 и... Да. 3 и 3, 6. Хорошо. Хорошо. О, тихо-тихо-тихо. Хорошо. Оп. И это еще 2 дыры. Одна база погибает. А вдруг брошу? Не брошу. Хорошо. Так. Дальше у меня не так уж много стрельбы остается. Мои терминаторы. Вот Йинти. Ну да, я вот просто боюсь. Давай, короче, ракеты. Разрывные. Скарабов. Так. Болтер. Вориоров. Хорошо. И так. Двое. Так же с болтеров постреляют по скарабам. А трое по вориорам. Вокер, ракетка стреляет. 4 плюсы. Срелом колов за лазере. Срелом колов за лазере. Спасибо. Я так понимаю, это 2 плюс на пробить. Да. 3 с минус 2. Так, ну это они у него 6 сейф. Куда? О, ну тогда урон. Давай. Одна подохла. Одна не подохла. КП. Давай. Подохла. И третья подохла. Капеллан перехватил точку. Охуенно. Далее. Болтера оставшийся из трех пацанов. Сюда. Это получается 12 выстрелов. И 4 сейва прилетают в наших великолепных вориоров с не менее великолепных терминаторов. Давай посмотрим. Минус 1. До этого достаточно, в принципе. Протоколы. Двое. Ну трое. А, я I derened единиц. Это же вориоры. Трое. Эншиент по вориорам. Знаменосситься с вориорам такой. На-на-на-на. Все, попал. 2. Внутри, причем, подает. Значит, ты среди спец варинов, я сик-то согласен. 1. С 2 с 1. Окей. Да? Вот теперь все. Переходим к фазе, которую я не люблю. Да и ты поскоробею. Давай. Но они уже никуда не дошли. Хорошо. Дальше. КП у меня нету. Талон-мастер в рейтов. Сильное заявление. 10. Здравствуйте, ребята. Здравствуйте. Пацаны. Варьеров. Терминаторы. 9. Yes. I feel like. Yes. Так, ну и в принципе это все, так понимаю, чержи. Давай активируйся. Да. Ну активируемся мы, начиная с талон-мастера, потому что... Почему бы и нет? Он должен первым активироваться. Иначе он падет. Четыре атаки с... Пауэрсворд это простое. Два плюс. Понимаю. Сила у меня плюс один, так что пятая на четыре плюс. Три с минус три. Это шестые? Нет. Это четвертый инвуль. Запутать меня хотел. Ты погляди. Две залетело. Два урона. Я провел очень сложные в голове исчисления, поэтому решил, что перехватывать не буду, ибо какой нахер смысл? Типа здесь тратить два КП просто для того, чтобы ничего не сделать Ктаном, либо ничего не сделать Фуориерами. Активируются терминаторы? Я же не этот. Как? Никто. Никто. Да я хотел опять про Спейсмиренов пошутить, но ты же бросишься. Ужас какой. Четыре плюсы. Так. Ужас какой. Вот иногда я задумываюсь, зачем вообще придумали кулаки? Почему в сервоприводы не встроены какие-нибудь стабилизаторы, чтобы можно было бить кулаками поэффективнее? Ну и итого, это шесть попаданий. Потому что по идее, я думаю, когда их изобретали, они думали, что очень сложно промахнуться в цель, которая у тебя на расстоянии руки. Может быть. Чего это у нас? Пять. С минус два. С минус три. Пять минус три, пять трупов. Да? То есть некоторых ты убил дважды, да? Ладно, понимаю. Еще одна точка торжественно проебана, продолжаем развлекаться. Ну и я просто небольшую консолидацию сделаю, если вдруг ты решишь в райтайме убегать от меня. Такого же не будет? Нет, с чего вдруг. Понимаю. Все, теперь мои активации, да? Да, ты активируешь. Ну и активируется наш Ктан и отрабатывает свои великолепные атаки по твоим терминаторам. Давай. Поехали. Пять атак. Два плюс. Ес. Все там, потому что четыре двойки из пяти, это я умею, конечно же. Это ссанные кубики здесь лежат. И на четверке пробиваем. Да. Да неужели? Да ну нахуй, дай быть не может. Сколько там урона на нем? Д6. Пятый. Давай. Давай свой Д6. Я так понимаю, по одному надо кидать? Да, не обязательно. Так у них же по три вунды. Ну хорошо, кинь один, я там буду кидать ФНП, туда-сюда. Давай, первая пачка, подачка, пять. Четыре. Залетает, ФНП. Еще четыре, да, пять. Минус один урон. А, минус один, да-да-да, простите. Я думаю, ФНП это один труп. Угу. Давай второй. Второй, это будет у нас пять. Ну четыре, то есть. Еще один труп. Третье. Два. Один урон. Прилетевший в ФНП. И еще разок. Шесть. Пять. Я за тебя возьмел сразу. Еще один труп. Ну, предполагалось, что... А ну хотя может сейчас еще и допьем. И теперь Д6 атак... Как это оружие вообще? Это типа вот эти вот молнии, которые разлетаются. А, все. И хвосты. Пять атак. Пять атак на два плюс. Все верно. Два плюс пробиваем. Попадаем. Попадаем, точнее, да. И четыре плюс пробиваем. Это два. Повезло, повезло. Окей, сколько там урона по одному? По одному урону. Один урон. Не добили. Не повезло, не повезло. И теперь активируются в рейты и бьют по-твоему, этому тачанки по твоей весе. Давай. Ну, я понимаю, да. Давай, полуэт наши веселые в рейты. Четыре плюс. Это без трех. На шестерке нас ничего не происходит. И на четыре плюс пробивает. Глядик, ты целых три раза. Трежды? Да. Минус два. Минус два. Это прилетает нам в пятое. Давай. Два урона. Хорошо. И на этом файт-фаза завершается. Да, мораль. Мораль за этих парней? Да. Давай последние два КП потрачу, а они автопройдут. Ладно. Без вопросов, без вопросов. Ну, что ж, наступает твой ход. Ты получаешь раз, два. У меня две точки. Пять очков. Пять очков. И смело начинай. Так, ну что ж, муман-фаза у нас закончилась. Мы перешли к силам Ктана. Ктан своими великолепными охотительными силами попытался убить терминатора. Теперь терминатор сказал, нет, я умирать не буду. И мы обосрались торжественно. Я бросил два ФНП просто. Ну, я про это же, да. Здесь у нас спайдер, короче, типа сейчас стреляет в нашего великолепного капеллана. Занесли ему определенное количество сейвов. Пять сейвов. Да я думаю, ты уж как-нибудь справишься с другими сейвами. Ну, во-первых, с третьими. Ну. А во-вторых, он умер. Ну, у тебя КП есть один. А, нет. Нет. Есть. С прошлого хода ты сохранил? Да. Ну, вот. Типа ты его подчарджишь. На что мне не может пидеть с командпоинт? Ну, я еще. Ну, чаржить ты уже здесь не будешь? Судя по всему, в сторону я не буду чаржить. И вот этим вот этим типом. Вот этим? Да. Мы в ближнем, блядь, бою. Да хорошо, хорошо. Что-то орех на меня. Да потому что я ненавижу это. Ваде дарать на меня. Я просто вечером подожду, пока все уйдут. Найду этого терминатора, я сейчас помечу его аккуратно. И сожгу на заднем дворе. Я тебя нового куплю не переживаю. Так хуже. Да. Давай-ка парировал. Давай. Давай. О, умер. У нас с подставки из-за умера. Ну что? Самолет пострелял по хеллбластерам, ой, по радикаторам смог. Виктор? Да. Что умею делать фрайты? Они умеют чаржить после фоллбока, игнорируют тире. Я же сместился. Запомни. Закончилась у нас фаза стрельбы. Как видите, здесь у нас вориеры, получается, добили оставшихся интеркекеров. Эти парни постреляли, я уже, если честно, по радикаторов нанесли. Ему одну вонду, и потом получается, что самолетик, максимально деграднувший, тоже по ним пострелял и добил парнишку. Собственно говоря, больше ничего интересного-то и не происходило. Переходим к черджам. Давай, ну, соответственно, к таму-нас в ближнем бою. Этот чаржить не будет. Паучок, чтобы ты его на следующий ход только дочаржил и убил. В райты чаржат твоих халбластеров. Давай. ТП у меня нет. 7. Хватает. Заезжаем. На обсеке точку занял. Ну, просто как бы на следующий ход они и закончатся у меня, поэтому я просто у тебя забрал, Виктори Плот. Ну да. Не более того. Дальше. Войер и чарж в либраренах. А, ну, овербочить ты не можешь, ты и не хочешь, наверное. Да, 11. Ну что ж, собственно говоря, чарж фауза у нас завершилась. Здесь мы залетели в либра, там мы залетели в твоих халбластеров. Герой к интервеншн. Подвигаем точку, потому что технически это не стоит. Как это технически это не стоит? Она очень там стоит. Я вижу, я вижу, вот же она. Ребята, все, кто видят, давайте плюсик в комментариях, кто видит точку. Разве они у нас физические объекты? Нет, они не физические. Ну, то есть я могу честно с нее пройти? Можешь. Ну вот. Я ж кекаю, ну тебе что? А-а-а. И начинаем наши активации. КП на переход у тебя нет, поэтому не суть как важно. Давай начнем, соответственно, мы с врайтов. Собственно говоря, с рероллом на последний КП мы объебошили здесь, и всего лишь два сайва занесли, и это целая одна моделька погибает. О, боже мой, смотрите, как здорово. Здесь из-за того, что мы потратили последний КП на тех гнойников с хвостами, которые ничего не смогли сделать, придется бить без усилений по твоему лебрариону, у которого осталось две лунды. Но давайте попробуем его проковырять. Четыре сайва мы занесли варьерами в лебра, и давайте посмотрим, что с ним произойдет. Он умрет, он умер. Я очень сильно сомневался. Очень сильно сомневался? Да, я до сих пор сомневаюсь, мне кажется, он сука воскреснет вследствие ходу. Теперь получается, ты активируешься. Иди сюда. Я просто не... Почему не бил в прошлый ход за знамя, потому что мы за камерой бросили, и ни одного не выкинул. Так. Ну, у меня не чаджили, поэтому это две ничьи ских атаки. Давай. Ну, все. Бей, танан. Ну, понеслось. Два плюс. Все попал. Четыре плюс. Три... Чего-то там. Три пятых. Да. Ну... Это три Д6. Ну, кинь. Первый Д6. Давай, первый Д6. Это два. Один. А, ну да, один. Он умер. Хорошо. Ударить после смерти? Да. Это же простой Эншент, не наш крутой компани. И просто подвинулись поближе к этим прекрасным парням, чтобы на следующий ход максимально тесно с ними пообщаться. Все? Твоя машинка-то хочет, наверное, ударить меня? Ну, у меня есть проехал-бластер и хотят ударить. А, ну да, точно. Я же не смог их убить. Получается три. Я же величайший воин во вселенной. Галактика. Опять и так. Все попало. Пятерки. Один. Угу. Да? Угу. И талон-мастер. Давай. Два плюс. Четыре раз попали. Четыре плюс. Два. Угу. Два гуля. Это один залетел. Один уран. Хорошо. На этом, получается, в принципе, мой ход завершается. И развлекайся. Чуть он. Ну, наконец-то. Так. Кпэшечка получил, как говорится. Ну, кпэху-то я получил, только теперь у меня вообще не ясно, что делать. Ну, давай, Эншент сам на себя скажет минус один урон. А, он не кор. Он не кор. Ладно. Тогда мы сделаем следующим образом. Лазарь. Угу. Сам себе кидает новую доктрину. Пятюню. Поскольку я сейчас не хочу ее переключать. А не хочу ли я ее переключать? Сейчас просто с радикаторов туда певый. Нету райтов. И разбегаться от Ктана. И пытаться за контроль точки. Во-первых, сколько я очков-то получил? Пять. А, нет, ничего я не получил. Почему? Там-то у тебя контроль. Там два юнита. Так, а двух точек у нас начинается в этой миссии, разве нет? Ну да, двух. У тебя как раз их две. Где вторая эта? А это что, не точка? А у тебя что, обсека нету? Есть. Ну. А, точно. Ладно. Я за тебя болею больше, чем ты сам. Камон. Хорошо. Счет 25 на начало третьего хода. Это очень плохо, поэтому сейчас попробуем что-нибудь с этим сделать. Давненько мы не снимали тебя, расскажи, что случилось. В общем, тут все неплохо прошло, на самом деле. У меня самолет улетает практически в край поля. Здесь. Самое интересное произошло здесь. Стреляли в КТХ, используя наше правило как раз второго хода. То, что мы стреляем в КТХ по пятому баллистику. Успешно попали. Дорезали здесь уже нашим талон-мастером всех в райтов, которые здесь находились. Просто в надежде не надо помочь. Пришел сюда Лазарь, но остался без цели, поэтому сейчас КТХ будет бушевать. Но я решаю своим тактическим гением, что моим героям пробежать на эту точку, ведь здесь уже сбрели паука. Стрельбой. Стрельбой, да. Из наших терминаторов. Там еще покосили немножко ракетами вориоров. Здесь успешно дочарджили. Самолет поганый, который в принципе ничего не делает, но иногда только гадит. Ты еще жив. Да. Все тогда отбиваем или так решим? Решим на берегу. Отбивай, отбивай. А, ты веришь мне? Двенадцать фунт, блядь. Бери давай. А, ну хорошо. Давай ударим сперва в цепа. Просто, нет, просто суть-то в том, что если хотя бы один скоробчик выживет, у меня как бы как бы обсяк будет. Так у меня... Ну ладно, хорошо. Хорошо, хорошо. Да я понял, завязывай! Все, он меня психологически задавил, они все умерли. Да ладно, подожди, вдруг я промахнулся. Нет, вот этого тут как бы не надо. Файт-фаза у нас тут резко завершается, и это все, да? Да, это мой ход заканчивается. И мораль за воинов тебе не надо проходить, судя по всему, потому что их тут погибло. Да, погибло два. Ну вот и все. Все, твой четвертый ход. На начало четвертого хода получается у меня пять очков за две точки. Да. И поехали дальше. Ну что ж, мы в фазе завершилась, что мы сделали? Самолет развернулся, улетел в ту сторону, как бы особо я... ну типа вот у нас два самых великолепных самолета, они просто покидают нас. Здесь наши имморталы максимально отошли отсюда, чтобы night time своим хоть чуть-чуть было сложнее до них добраться. Warrior, стоя на точке, заявили действия по сжиганию обжигатива. Наш Ктан сместился так, чтобы можно было там на 12 дюймов жахнуть по трем целям. И это на самом деле все, потому что у меня юниты заканчиваются. Давай, силоктана. Давай, силоктана, соответственно, метеор сюда летит у нас. Это... Нет. Еблан. И давай тогда, собственно говоря, вторая эта штучка тоже, наверное, полетит. Которая против техники, да? Веикол напалит, соответственно. Ничего себе. Ну давай. А я умел, да? Давай, городки ликбезы, быть как стреляет, это херобор и стреляет копьем наш Ктан, выбирая целую целью лазаря. Соответственно, под выстрел попадает и лазарь, и вот эти бомжи веселые. Да. Ну, точно так уж и сложно. Спасибо. Спасибо. Я кидаю 2+. Угу. Текст, собственно говоря, это да. Пробивай. Сила там 12 какая-то жуткая, лютая. Давай начнем с лазаря. 4+. Нет. Радикаторы. Томбарирол. Нет. Радикаторы. 3+. 2+. Да, нет, не суть. Мерус 4, да? Ну вот и все, кидай урон. Д6 урона, значит, это 2. Вот и все. Закончилась наша фаза стребы. Там что-то убили какого-то одного эрадикатора. Внесли с самолета одну бунду апотекарию. А может сам себя лечить? Да. А, ну значит, он у нас следующий ход похиляется. Переходим к фазе чержей. Ктан чаржит эрадикаторы. Нет. Чарж лазаря. Угу. Нет. На этом мой ход заканчивается. Хорошо. Наступает моя команд фаза, получая один команд поинт, 15 виктори поинтов. Поздравляю. Потому что я контролирую больше, чем ты, там и бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Наступает четвертый ход. Так, счет на данный момент 25-20. Да. 25-20. Получается, у меня по вторичке сделана моя Dark Angel. И сейчас я могу, в принципе, пробовать точку сжечь. Но, походу, я никем не смогу дойти. Единственная надежда на апотекарию. Ты на этами стоишь, на точке. Сейчас бы на это взять и... Хотя, тоже верно, тоже верно. А, кстати, а когда она заканчивается? Ты можешь выполнить, кстати, это действие. Давай, чекнем. Да, получается, сгорает у нас точка, потому что на конец хода. Хорошо. Также в Command фазу, что происходит? Я уже обязан переключиться на третью доктрину свою. Это не очень хорошо. С другой стороны, у меня терминаторы теперь будут просто люто нагибучие. Да и ладно, не страшно. Все тогда, просто моя фаза движения. И начнем. Та-дам! Подвигалась, подвигалась, подвигалась. Давай поподробнее. Это же я видел, как бы, остын, ты не в курсе. А, подвигался, подвигался, подвигался. Далее, минус один урон в Command фазу сюда. На патикаре подходит 3 дюйма к точке. Там и в конце Command фазы мы заявляем действие по сжиганию здесь и здесь. Поскольку к Тану уже все равно не дойдет, поэтому можно, в принципе, уже расслабиться и получить свою добросовестную пятнашку. Но! Разлабляться еще рано. Понимаю. Потому что я буду контролировать 2, но больше, чем ты, на конец пятого хода. Я надеюсь. Да, потому что точка-то сожжется и все. Что бы не контролировать, за что мне в Виктори Пойнты получать? Ну, ты получишь только 5. Так что технически я вырываюсь вперед. И просто давайте начнем уже стрелять, наконец-то. Давайте отсюда в Immortals. Of course. В Immortals мы начинаем стрельблять. И это у нас 6 выстрелов. Из Heavy Polter на 2+. Понимаю. На... У них пятый это ФНА? Жешь. Тогда на 4. Это 3 раза с минус 1. Оп. И это 1. Есть. Так. Assault Cannon. Попадает первые 6 раз. Попадает вторые 5 раз. Это 11 раз. На тройке. Это 3. И без одного кубика. 3 плюс 3, 6. Минус 1. Четвертый. Опа. И это... Раз, два. Два трупа. Три протокола нам нужно кинуть. И это 1 труп на самом деле. Самолет улетел за край поля, поэтому никакой поддержки от него не будет. Давай отсюда. В Катана выстрелим. Мультимильтер? Yes. Оба раза есть. Три плюсы есть. Четвертый инвуль. Да. Хеллбласт? Да. Хеллбластеры не греются. И стреляют так же в Катана. Понимаю. Один раз пробито. Так. Четвертый. Да. Да, порядок. Здесь терминаторы. Посмотрим достают ли они доктана. По-хорошему они должны доставать. Балуту ручками? Ну, трое будут стрелять, потому что трое его видят и ракеты полетят в вориеров разрывные. У тебя 6, поэтому это будет минимум 3. Это 4 до 6. Это у меня 12, плюс 6 – 18. Поехали. И 5 саевов с ракет залетает в наших прекрасных вориеров. Давай посмотрим. Это 2 пари. Давай посмотрим на протоколы. Да, 2 погибло. И болтеры. Болтеры попадают 5. Это в Катана, да? Да. Пробивают 3. Три раза? Да. Три третьих. Да, порядок. Хорошо. На этом все. Наступают черджи. Лазарь бежит в Катана, потому что что еще делать? Понимаю. На самом деле я хотел в Лазаре, но да ладно. Так все. Это все черджи? Да. Ну тогда бей меня. Подожди, я красиво разведусь. Это кто в мою подмышку тыкает мечом? Ну что ж, атаки Лазаря. 6 атак. Курва маг. Ты не псайкер, увы. Сейчас, подожди, подожди, подожди. Шестая сила. С перебросом на ту вунд, потому что ты керектор. Три четвертых. Слушай, инвули, инвулевский. Это два залетело. Четыре урона, то есть три. И Ктанчик бьет тебе в ответ своим мега, ну вот этим штукам. Пять атак, два плюс. Все там. Сил у нас овер много, то есть это будет на тройке, видимо. Таёшкин, ты сдвинешь-то на четыре плюс, окей, давай. Два раза. Ну там, видимо, инвулевские какие-то магические есть. Или нет. 2 за 6. Сразу оба? Да, кидай. 7. Он умирает. И бьет после смерти, которая прилетает, все в никуда. Так, ну и давай я после смерти подвинусь к этому парню. Так, к слову, в этой миссии мы начинаем получать трипойнт от одной точки. Но это нисколько не меняет ситуацию, потому что просто плюс пять каждому. Хорошо, окей, я тебя понял. Дает на этом все. Да, твой пятый ход. Начинается мой пятый ход, соответственно, это вот здесь у меня есть одна точка, что прекрасно, замечательно. И двигаемся. Ну что ж, закончился мой ход торжественно. Здесь у нас сместились наши имморталы, стреляли по рыцарям, ничего им, естественно, не сделали. Я опять запыл пострелять самолетом. Да он улетел у тебя за край поля. Почему? Он же развернется, ему туда подъедет. А, ну ты снова забыл поставить самолет. Да. Здесь вориеры у нас как бы стреляли по хеллбластерам, убили одного, потом зачаржили этого прекрасного парня и ничего ему не сделали. А оставшегося хеллбластера зачаржил и убил наш вот этот прекрасный парень. А октан опять попытался что-то там наколдовать, опять обосрался и ничего сделать-то и не смог. На этом мой ход заканчивается. И тупает мой пятый, в котором я только в конце получу свои волшебные очки. Так, ну там две точки ты сжег в прошлом ходу. Да, 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 да. Сейчас типами нужно занять вот эту и вот эту и все. По-хорошему. Можно еще на эту как-то попределить, но вряд ли у меня получится. А ты, по-моему, стоишь не в контроле. А не в контроле. Бать шарит. О, бэл. Ну давай, пойдем туда-то. Ну что ж, фаза побегушек закончилась. У нас что произошло? Найты. С ревелом побежали на шесть, успели занять точку. Здесь просто постреляем по имморталам. Надеюсь, всех получится перебить. Здесь выходим, чтобы тяжесть к тана. Надеемся, будет успешно. И все, давай, начинай стрелять. Здесь шесть раз по твоим имморталам. Понимаю. Это, пф, понимаю. Пробитие один раз с минус один. И получается, так же с минус один у нас полетит наш Ассалт Кэнон. Всего пять саевов. Со всех саевов? Пять саевов с минус один. Окей. И, тем не менее, это четыре трупа. Еее. А, они все сдохли. Задача выполнена. Тогда переходим сразу в черджам. Они, чардж фоктана. И они не доходят. Итого, на конец пятого хода. Ну, тут уже не будем разбираться, что уж тут. Я контролирую две точки. Это больше, чем оппонент. Плюс пятнадцать. И, судя по всему, на этом игра заканчивается. Да, давай тогда посчитаем наши вектори поинты. И спасибо за игру. Спасибо за игру. Игра закончилась. Это было неоднозначно. Почему? Почему? Во-первых, октан выжил. А что бы я им сделал? Вот как раз, когда ты пришел на второй ход, получается, и после второго хода наступил мой. Я не смог отступить. Поэтому стрелять в ближний бой я не смог. Потому что это стоял там дезвинг. И я не смог бы снять ему три вунды. И все. И все. Понимаю. Да нет, на самом деле у меня все посыпалось в момент, когда у меня Монолит сказал спасибо. Я пошел. Ну, реально, что-то плазмодушило как-то жестко окатило. Мне на пятерке сильно повезло. Ну вот. В рейты молодцы. Хорошо там что-то порубились, покусались. Но спейсмерины просто отказываются умирать. Вот они по упортости не кроном не уступают. Я, в принципе, в остальном все как было, как вы сами видели. То есть волеры, как всегда, хороши. Умирать отказываются напрочь. Найты упали. Ну, типа, ктам у меня себя не то чтобы окупил. Да. Абсолютно. А найты твои себя не окупили от слова совсем. Ну, типа... В смысле, они эти скоробьев убили? Ну, да нет. На самом деле, они... Ну, как бы ты правильно сделал. Потому что ты упал, убил скоробейчиков и зажег точку. Что еще надо-то, в принципе. Там на тот момент у найтов уже особо целей актуальных не было. Кроме, опять-таки, ктанов, в котором просто вязание до конца игры стоит. Ну, да. Ну, либо надо было врезаться в двадцатку. Потому что насадку они бы выкосили. Так двадцатки уже на тот момент не было. Так оно-то и дело. Я как-то слишком долго, слишком долго тянул с этим. Ну, в целом, ощущения, конечно, хорошие. Если ходить первым, вот вводить вот этот блок, там еще вставить в терминаторов парочку щитов, чтобы по ним шел минус один дамаг под ФНП, под всем вот этими вот делами. Получается очень даже неплохо. Но, опять же, сейчас все больше и больше армий появляется, у которых возникают способности отключения аур. А это не очень хорошо. У меня у Даркангелов есть такая способность в виде магии, у Дезвотча есть такое, у Деркарри есть такое. Отключение аур сейчас будет, конечно, сильно ролять в таких ситуациях. Потому что если ауру не отключать, то получается вот такой просто неубиваемый кирпич, который идет вперед. Тем более еще и поднимаются за апотекария, за шефа апотекария. Так что я до сих пор не могу сдержаться, чтобы не поехать в чаш с моим товарищем Капелланом, который постоянно почему-то получает звездюлей. Как-то вот неизящно. Потому что ему, видишь, у него роль такая, то есть ему надо либо с байкерами тусить, чтобы они толпой вырезались. А сейчас хант порезали, сейчас ты уже так не ворвешься. Ну а так, как бы, в принципе, ему сидеть с пацанами в диплое тоже, ну а смысл? А нафига ему байк-то нужен? Ну, знаешь. Горцевать ведь на месте. Он дрифтует. Дымовую завесу создает. Да, да, да. Минус один, то хитро создает. Да, как бы, ну по сути, свою задачу-то он, ну в принципе, технически выполнил, потому что он задержал ворьеров. Что-то там даже поубивал их маленько. Да, ну и этого, Лорда убил. Ну, скажем так. Он убил Лорда, потому что я обосрался вот на атаках. На взрыве ты обосрал в первую очередь. Я же говорю, типа, вот сейчас шестерка, шестерка, вот, 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 вот. А как по-другому? Интересный, конечно, был поворот событий. Немного вкуса придает Вархаммеру, потому что я на секунду, кстати, ощутил самое чувство, которое я давно не испытывал. Типа, я смог визуализировать, что происходит, когда у меня самолет, типа, там пролетел, как раз плазмодушку начал заливать тоже. У меня это все летит в здоровенный монолит, который больше, конечно же, спейсмаринов. Ну, вся движуха, на самом деле, была вот как раз-таки на левом фланге, правой, типа, я потихонечку что-то там занял, как бы, там, там что-то пролетел, кого-то там порубил, убил самых, типа, самых важных и опасных парней, этих интерцессоров со сталкерками, как бы. Не он их убил, это воины их убили. Не, я понимаю, я убил, я их убил, как бы. Зачем, блин, вообще супер непонятно, потому что не то, чтобы они мне не мешали, ну, стояли на себе там на крышу. Да вот надо было тоже взять rapid fire, ну, и что-то я... Все равно бы я на месте стоял, аж как Даркангел, стрелял бы вдвое количество выстрелов. Ну, да, и там более посложнее было бы, конечно. Тогда я бы просто их выкосил уже на второй ход, например, потому что заявил бы я им эту войну и стрельбу как раз, да, резал бы их, ну, знаешь, там тоже протоколы, дело такое. Вот, как-то однажды такой, вот эти 8 трупов, он такой, нет, два, нет, два. Их было 11, погибло 4. Вот, ну, все по классике, собственно говоря. Ну, в целом получилось, как мне кажется, забавно. Конечно, Дарков надо еще немножко подумать, подкрасть некоторые модели, которых у нас нет. Вот, теперь я чувствую, что хочется поводить десятку найтов на поле. Сколько же они стоят-то будут? 500 очков. Мягко говоря. Ну, около того. Просто видишь, в чем прикол-то? У тебя десятка под знаменем. Ну. Ты ходишь первым, и ты уже особо не компрессуешь, потому что можешь бежать на первый ход. Типа это 5 плюс там 6, грубо говоря. 11 дюймов прошел, вот тоже на центре, вот тоже в контроле. Никто тебя оттуда не выгонит никогда. Да. Так что вот такие вот пироги. Но, конечно, нужно не дозвинг найтов в таком случае водить, а все-таки терминаторов со щитами, чтобы у них обсек был. Надо было мне вместо монолита найтбрингера брать. Ты ноу щит. Чтобы два ктана было. Ты можешь вообще там пати ктанов мог устроить. Ну, вот. Там 4 ктана есть. Не, ну там на 2. Ну, типа ты за десивера бы перекинул войд дрэгона. И, например, короче, все ктанов просто передо мной поставил. И что стоит делать таким красивым? Ну, надо будет попробовать. Дорого бы, конечно, получилось. Но просто забавно, фаново. А то я смотрю, ты такой фановый игрок. Я вообще не фановый игрок. У меня прям в такие моменты почему-то жопень там моя разлетается. Просто на меня тут... Я как ктан. Меня разбивает каждый раз. Ну что ж, напишите в комментариях, как вам этот репорт. Понравился, нет? Виктор, Даня, The Station. Играйте на хорошем Керейне. Ну и, в принципе, с друзьями, в приятной компании туда-сюда. А то как иначе? Не получать довольствие от Вархаммера. Пока. Пока-пока.